Теперь о том, что такое жизненное время. Вообще, конечно же, понятие жизненного времени — это понятие несколько искусственное. Этой категорией оперируют специалисты в области славянской мифологии и традиционной духовной культуры. Если бы мы с вами оказались в русской деревне середины или начала XIX столетия и спросили бы у кого-нибудь из попавшихся нам навстречу крестьян, что такое жизненное время и чем оно отличается от природного, они бы вряд ли смогли бы нам на этот вопрос ответить. Все дело в том, что в традиционной духовной культуре понятие жизненного времени замещалось другим понятием, другим словом, другой категорией, а именно понятием век. Если опять же говорить о этимологии этого понятия, то она отсылает нас к идее жизненных сил, к идее роста и комплексу других схожих представлений. И ни в коем случае не нужно думать, что вот это слово «век» оно хоть как-то равнозначно понятию «сто лет». Совсем нет. Век может быть совершенно разным с точки зрения своей временной протяженности. Век может составлять 30, 40, 70, 100, 120 лет. Это совершенно не важно. Потому что для человека архаической эпохи, для человека традиционной культуры век — это своеобразная жизненная программа, которую человек обязан выполнить во что бы то ни стало. То есть он обязан реализовать свое жизненное предназначение. Программа эта достаточно проста. Она предполагает, что человек должен стать полноправным членом той общины, к которой он принадлежал по факту своего рождения. И кроме того, он должен оставить после себя потомство. Вот это два главных элемента, два главных пункта жизненной программы. Два главных постулата или фундамента жизненного времени в целом. По народным представлениям, жизненное время отмерено и предопределено судьбой и должно быть прожито в соответствии с назначенной человеку долей. Если жизненное время не реализовывало тот сценарий, который с ним был связан, то считалось, что это несет угрозу не только отдельно взятому человеку, но и тому обществу, тому социуму, членом которого он был. Поэтому возникает множество обрядов, самых разнообразных по своей внешней форме, но тождественных по своей внутренней сущности и функции, обрядов, направленных на то, чтобы восполнить непрожитые звенья жизненной цепи. То есть реализовать ту программу, которую человеку по ряду причин и обстоятельств не удалось осуществить в течение своей конкретной земной жизни, укладывающейся в определенные хронологические рамки. Такого рода обряды исполнялись, в частности, в моменты смерти молодых людей, юношей и девушек, которые умерли очень рано и не смогли ни жениться, ни выйти замуж, ни оставить после себя потомство. Почти всем славянам даже сейчас известен обычай сочетать в таких ситуациях элементы обряда погребального, похоронного и элементы обряда свадебного. Ну, например, молодую девушку, которая умерла очень рано, могли хоронить в подвенечном платье. Те же самые действия могли осуществлять и по отношению к молодым людям. Семантика этих действий абсолютно понятна и прозрачна. Человек должен сделать то, что не успел сделать в этой жизни, иначе он начинает представлять собой угрозу для тех, кто остался в царстве живых. С другой стороны, если кто-то жил очень долго, то это тоже рассматривалось как некая угроза благополучию и порядку. Не случайно на Руси о глубоких стариках говорили, что они чужой век заедают, то есть питаются тем временем, которое было отпущено в соответствии с предназначениями и предначертаниями судьбы другому человеку. Они начинают похищать уже чужое время. Согласно народным представлениям, жизненное время образует замкнутый круг, обладающий сакральной и магической силой. Существует огромное количество фольклорных текстов, в которых эта идея жизненного круга реализована. Ну, например, это тексты, в которых перечисляются этапы созревания и роста культурных растений. Мака, конопли, льна и так далее. У сербов, например, эти тексты, которые фольклористы обычно называют житие предметов и растений, служили эффективным средством отгона градовых туч, защиты от ходячих мертвецов, для повышения урожая, для защиты от вражеской пули и так далее. То есть сфера применения, она была практически ничем не ограничена. Но идея жизненного круга, магического жизненного времени, она проявлялась не только на уровне вербальном, то есть словесном, но и на уровне акциональном, то есть на уровне действия, на уровне обряда и ритуала. Всем славянам известны обряды, которые представляют собой похороны какого-либо существа. Ну, например, на Украине был популярен такой обряд, как колодка. Обряд этот сводился в своем смысловом плане к тому, что разыгрывалась жизнь некоего мифологического существа по имени колодка или колодий. В течение недели он должен был прожить всю человеческую жизнь, точнее говоря, пройти через основные этапы человеческой жизни. Например, в понедельник колодий рождался, во вторник устраивали символические крестины, в четверг он мог жениться, в субботу он умирал, в воскресенье его хранили, то есть сжигали, разрывали на части соответствующее чучело и так далее. У русских аналогичный по своей структуре праздник исполнялся, реализовывался в день Кузьмы и Демьяна. В этот момент, в течение недели разыгрывали жизнь соломенного Кузьки. Он проходил те же самые этапы, которые мы только что перечисляли, характеризуя украинский масленичный обряд колодка. Кстати говоря, обряд этот мог выглядеть по-разному, в зависимости от того, насколько хорошо сохранилась традиция в том или ином регионе, в том или ином месте. Иногда фольклористы и этнографы фиксировали такое описание этих обрядов, когда идея наказания за нереализацию жизненной программы, идея наказания за нереализацию сценария жизненного времени проявлялась очень и очень ярко. Например, довольно часто этот обряд обнаруживал такую нацеленность, как наказание молодых людей, которым уже давно пришло время выходить замуж или жениться, но они по каким-то причинам этого не делали. Повторяю, их поведение не рассматривалось как частное дело. Традиционное общество, архаическое миросозерцание исходили из того, что люди представляют собой некую систему, где все зависит друг от друга, где все друг на друга влияет. И вот во время обряда колодки выполняли какие-то действия, которые этих молодых людей, провинившихся или проштрафившихся, тем или иным образом наказывали. Чаще всего им привязывали к ноге обрубок дерева или кусок бревна, который они должны были таскать с собой в течение целой недели. Это было как раз наказанием за неправильное поведение, за отсутствие должной реализации того самого идеального и максимально правильного сценария. Конечно же, не нужно думать, что целую неделю бедные люди это бревно волочили за собой. Чаще всего заканчивалось это привязывание деревяшки или куска бревна тем, что человек, подвергавшийся наказанию, угощал своих односельчан в ближайшей корчме и тем самым как бы свою вину заглаживал. Но, тем не менее, сама идея, сама идея необходимости прохождения через несколько обязательных для каждого человека этапов в этих обрядах и действиях представлена очень осязаемо и каких-то иных трактовок здесь, наверное, подыскать попросту невозможно, попросту нельзя. Идея жизненного круга, реализованная в житии предметов и растений, в обрядах, напоминающих колодку, похороны кузьки, похорону стрелы, кукушки и так далее, она может быть названа идеей компрессии времени. В этих обрядах в течение какого-либо временного периода, очень и очень ограниченного, например, недели, разыгрывалось все то, что в реальной жизни было размыто, распылено и разбросано на всем протяжении человеческого существования. Но наряду с идеей сжатия или компрессии времени традиционная духовная культура знала идею растяжения времени или его растягивания. С этим мы, в частности, сталкиваемся тогда, когда идет речь об изготовлении неких особых ритуально окрашенных предметов. Например, было принято считать, что с помощью особой скамейки, изготовленные по целому своду правил и предписаний, можно во время пасхальной заутрине увидеть всех ведьм, живущих в том или ином селе. Но эту скамейку, с которой нужно было прийти в церковь во время службы, изготавливать нужно было в течение года. Ее начинали делать уже в сочельник, и каждый день позволялось сделать только одну операцию. Например, сделать только один взмах топором, провести только одну стружку, забить только один гвоздь и так далее. То есть, действие, которое могло быть сконцентрировано в течение относительно небольшого отрезка времени, недели, нескольких дней, может быть, месяца, растягивалось на максимально возможную длину и охватывало собой как бы целый мир. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин